Мягкий свет от свечей всегда создает уют и особую атмосферу в доме. В рамках проекта «Химки. Интересно жить» горожанам предложили создать витражные интерьерные светильники. Специалист по декоративно-прикладному искусству Татьяна Александрова рассказала, как из простейших материалов и с минимальными затратами можно сделать подсвечник. Материалы для создания этого предмета легко найти в любом магазине. Все, что нужно, это пластиковая банка и клей. Остальное – блестки, искусственные цветы или же другие материалы для декоративного украшения на свой вкус. Вместе с вами, я думаю, мы какие-то интересные варианты придумаем в процессе. Изначально хочу вам показать, что не надо на банку все, что можно вешать. Это иногда выглядит немножко нелепо и некрасиво. Иногда минимальными средствами можно сделать довольно-таки, согласитесь, стильный и уютный предмет. Все материалы для мастер-класса организаторы подготовили заранее. Подсвечники, сделанные своими руками, каждый из участников смог забрать с собой на память. Интерес к мастер-классам в Химках постоянно повышается. На встречи приходят все новые люди. С начала существования проекта уже было проведено около трех тысяч встреч по интересам. Многие горожане приходят снова и снова. Мария Чекалина посетила уже три мастер-класса. Сегодня, да, полет творческой фантазии бесграничный. Спасибо преподавателю, который сегодня провел. И, может быть, проведу свой. Расскажите, на какую тему хотели бы провести? На тему плетения афрокоса, лепка, преподавание восточных танцев. То есть, можно очень много направлений. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и инициативу поддержала администрация округа. О ближайших мастер-классах можно узнать из разных источников. Хотел бы о том, что у нас всегда в городе выходит газета. В газете выходит афиши с нашими мероприятиями в рамках фаракизма «Интересно жить». Вы можете прочитать саму афишу, которую вы ждете в газете. Вы зайдите на сайт, это у нас в химки.ру. И найти эти мероприятия. Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте. Продолжение следует...